Этот мир не хочет видеть христиан такими как они. Они просто не хотят видеть. Они ищут людей особенных. Они ищут людей, которые бы боялись Бога и имели общение с Богом. Я когда рассказывал своему другу, когда мы жили в Краматорске, я рассказывал ему, что была ситуация, когда в армии были блатные там, и они меня уважали, и даже когда я заходил в роту, они переставали материться. Они говорили, все тихо-тихо, святой зашел. Оно менялось. Почему? Потому что я не был такой, как они, и их обличал. Когда они матерились, я им сразу говорил, вы дети дьявола. Они смеялись с меня. Вы знаете, в 18 лет своим сверстникам говорить, что ты сын дьявола. Это шанс, да, когда уже на служении, когда мы в церкви, мы это можем говорить. А в 18 лет, вот вы, молодые братья, вот вам 15 лет, 14, вы можете сказать другу своему, такому как вы, что ты сын дьявола, потому что ты материшься. Или вы материтесь вместе с ними, чтобы не отличаться от них. Вы начинаете дружить с ними, дружба с миром. Мы не говорим, чтобы вы не дружили с людьми, но дружба с миром. Вместо того, чтобы сказать, что ты сын дьявола, потому что ты материшься, вы начинаете материться. Это ненормально. Конечно, они возмутились. Они возмутились и сказали, слышь, святой, ты что нас обзываешь? Мы никакие дети не дьявола. Мы православные. Они вдруг стали сразу верующими, православными. Я им говорю, смотрите, вот у нас 120 человек рота и разной национальности. Как вы узнаете, что я украинец, что этот русский, казах, узбек, грузин и чеченец? Как вы узнаете? По его языку. Если я разговариваю по-украински, значит, я украинец. Я говорю, так и в Бога, и в дьявола. У него точно так же. Те, которые говорят на языках ангельских, это дети Божьи. А которые говорят языками дьявольскими, это дети дьявола. Они на меня смотрят, говорят, слышь, святой, это как на языках ангельских? Кто говорит? Говорю, я говорю. Они говорят, в смысле? Как ты говоришь на языках ангельских? Да, Бог, когда дьявола свернул с неба, он поменял язык, чтобы он не знал, что говорится на небе. И поэтому, когда я говорю с Богом на иных языках, говорю, дьявол не знает, что я говорю. Он все языки знает земли, какие были, есть, он все их знает. Но языка неба он не знает. Он его знал, но Бог его поменял. Поэтому он не знает теперь. И когда я с Богом разговариваю, он не знает, что я говорю, а вы тем более не знаете. Я по-украински начинаю говорить, и вы, что ты там плетешь? Не можете разобраться, даже русские, не говоря о казахах и узбеках. А тем более, когда я говорю на языках ангельских. Они говорят, слышь, как это может быть? А ну заговори. Я говорю, сняли все шапки быстро, потому что я буду разговаривать с Богом. Они стояли в курилке там. О, они все сняли. И я начал молиться. И начал говорить на иных языках. Когда я закончил, они все молчат. Они молчат. А что ты с ним говорил? Я говорил им, чтобы Бог дал вам покаяние. Говорю. А что он сказал? А он сказал, чтобы вы покаялись. Если не покаетесь, все погибнете. Все будете в аду. О, святого. Вот это да. Вот это. Они испугались. Они испугались сразу. А мы не говорим языком дьявольских. Нет? Говорю, скажите. Смотрите. Казах, узбек и русский. Все вы говорите языком дьявольским. Каким? Матершина. Матершина. Это есть иные языки беса. И вы все, которые материтесь, вы есть дети дьявола. Я дитя Божье. Я говорю на его языке. А вы все дети дьявола. Они послушали и говорят. Ну тебя, святой, с тобой страшно связываться. И ушли. Но когда я заходил, они переставали или друг другу говорили. Они увидели меня. Тихо, святой. О, сын дьявола. И друг друга обзывали уже. Кто заматерится, они говорили, сын дьявола. Они сегодня, если кто живые, они дедушки. Но они будут помнить это и внуку своему. И сыну будут говорить. Вот был святой человек. И он говорил, что это сын дьявола, который говорит. Да. Десять лет назад я на одноклассниках нашел своих сослуживцев. И говорю, пишу, что Сергей, дай мне телефон, я перезвоню. Это Виктор Родион, который служил с тобой. Он пишет мне. Со мной Виктор Родион не служил. Вы представляете? Я ему пишу. Астародубцев, Утемов, всех их перечисляю, его друзей. Они с тобой служили? Он пишет. Да, служили. Я говорю. Хорошо. Если они с тобой, откуда я знаю? Он говорит. Ну, а кто ты? Я говорю. Дай мне телефон, я перезвоню. Он в России, в Томске служил. Живет. А мы в Владивостоке служили. И я ему звоню. И говорю, Серега, это Виктор Родион. Он говорит, прости меня. Я смотрю, что ты все знаешь. Ты знаешь командира, что Абраменков Владимир. Ты все знаешь. Но со мной Родион Виктор не служил. За два года я бы запомнил. Я говорю, два года я с тобой. Мы одного призывом. Два года с тобой был. Он говорит, не может быть. Я говорю, хорошо. Скажи мне, кто ложил плитку на ступеньках, когда заходить в казарму? И ты наступил. Ты наступил на эту плитку. Он говорит, святой. Святой ложил. Он говорит, Виктор, это ты тот святой? Он самый. Я говорю, ну как это так? Даже не запомнил фамилию. Каждый день три раза читают фамилию. И он не запомнил даже фамилию. Он знал святой. И он говорит, ты, наверное, уже поп у них. Понимаете? Потому что они видели, что я мог говорить им. Я не боялся. Я в 18 лет не боялся. Бывало, что я вступался, и они говорят, святой пику в бок вставим. То есть, у них заточки были, гвозди большие. И они в почку вставляли, и все, и мертвы. И они меня предупреждали. И я не боялся. Я говорил им, что вы не можете. И они меня по-навиатому. Я говорю,好, что вы не можете. И они никуда нет. Я говорю, что вы не будете. Они еще не подведены. И они не готовы. И они не подведены. И они не будут.